здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вечерняя презентация но меня попросили даже не презентацию провести такую встречу где рассказать почему именно сегодня новая волна компания которой мы будем говорить одно из лучших предложений на рынке я не говорю лучше хотя мог бы да потому что всегда и допускаю вариант что я чего-то еще не знаю но из того что я знаю это лучшее предложение на рынке которое позволяет построить большой долгосрочный бизнес и вырасти вместе с компанией став миллионером не люблю не люблю может этого слова до доллару миллионером почему потому что у большинства людей может быть таких амбиций нет и желания такого нет большинства людей есть желание получать там тысячу-две тысячи долларов стабильного дохода и не переживать что завтра вдруг этот источник дохода иссякнет потому что большинство людей на сегодняшний день зарабатывают гораздо меньше по статистике в мире менее одного процента людей зарабатывают больше ста пятидесяти тысяч рублей в месяц и больше да то есть меньше одного процента не только в нашей стране во всем мире и когда мы говорим что человек не может построить бизнес буквально за один-полтора года который будет давать ему несколько его месячных зарплат а может быть даже в месяц человек будет зарабатывать больше чем он сейчас зарабатывать за год или за десять лет ну конечно для людей становится это интересно именно об этом мы сегодня с вами поговорим а потому что с появлением интернет появилось огромное количество людей которые предлагают разные возможности если зайти в любую соцсеть тебя там завалят всякими предложениями но 99 процентов из них это компании однодневки ну и это не только в интернете это статистика я немножко о себе расскажу кто меня не знает меня зовут савич сергей я более десяти лет работал в банковской сфере и семь лет из них как раз занимался кредитованием как раз именно ко мне приходили люди у которых были бизнес идеи о котором для этого нужны деньги и всем кто запускает тот или иной бизнес или хочет масштабироваться всегда нужны деньги и в первую очередь они конечно идут банк и конечно ты там рассматриваешь день по десятку проектов по бумагам все по идее должны стать миллионерами но большинство из них уже через некоторое время начинают иметь проблемы даже с выплатой кредитов и большинство предпринимателей у нас на сегодняшний день работают на кредиты и на аренду и одно неосторожное движение бизнес который человек строил пять десять пятнадцать лет может не то что обанкротится он может уйти в минуса и человеку потом долгое время будет рассчитываться с сотни из десяти бизнесов которые выходят на рынок всего лишь один два бизнеса через десять лет остаются на плаву из тех бизнесов которые остались на плаву еще через десять лет и еще остается всего лишь два бизнеса То есть, очень большая конкуренция на рынке и очень большое количество компаний, которые выходят на рынок, закрываются. И вот здесь очень важно выбрать серьезную, солидную компанию, на которую можно, как знаете, на твердый фундамент опереться. Я, уйдя с банка, имея большой опыт, выбирал именно такой бизнес и вначале начал работать с европейской компанией, отработал с ней 7 лет, построил в сеть более 100 тысяч человек. И потом компания, вот она первые 3 года, когда обычно закрывается, первый отсев идет, прожила, то есть она развивалась и росла. А вот потом возник конфликт между акционерами и, соответственно, компания перестала вкладывать в развитие и потихоньку начала угасать. Вот, соответственно, потом я начал работать с американской компанией, также отработал 7 лет, уже построил сеть 180 тысяч человек в 25 странах. И вот в тот момент, когда бизнес был мощный, казалось бы, надежный, крепкий, сильный, я наслаждался жизнью, я путешествовал по миру, более 100 тысяч в месяц доходы шли, несколько долларов в миллионерах в команде было выращено. Казалось бы, развивались, но политические всякие события, скачки курсов и компания просто уходит с российского рынка и, соответственно, рушит тебе весь бизнес. И к чему это привело? Пришлось опять начинать сначала. Здесь я уже выбрал другую стратегию. Сейчас немножко рассказываю о себе, потому что опыт пригодится многим. Выбрал другую стратегию уже, создать множественные источники дохода, соответственно, запускал разные бизнесы, которые давали пассивный доход, создавал множественные источники доходов. И здесь нужно понимать, что статистика та же самая, то есть ты в 10 компаний вложился, из них одна только выживет, в остальных деньги будут потеряны. И нужно сделать так, чтобы это одна, которая выжила, перекрывала все расходы по другим компаниям. Здесь нужен колоссальное терпение, колоссальный опыт и так далее. И, соответственно, вот в этот момент, когда, собственно, я на это был сконцентрирован, не искал никаких вариантов отдельных бизнесов, ко мне приносят продукт, а у меня был внутренний запрос, потому что в компании, где я работал с американской, там был волшебный, по сути дела, продукт, который делает твой организм неубиваемым. Представляете, то есть у тебя не болит голова, не скачет давление, не скачет сахар, ты высыпаешься легко, ты перемещаешься с одного часового пояса на другой, и тебе не нужно, как вот большинство людей съездили отдыхать, потом возвращаются, у них недельная адаптация. У меня таких перелетов могло быть огромное количество за один месяц, с одного часового пояса до другого, потому что, напоминаю, у меня бизнес был от Японии до Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, перелеты, переезды, то есть твой организм прекрасно ко всему подстраивается, адаптируется и так далее. И вот, когда компания ушла с рынка, она же ушла и с продуктом, соответственно, и вот через некоторое время ты понимаешь, что когда у тебя нету для тела полноценного здорового питания, которое снимает закисление, которое щелачивает, которое очень простое в употреблении, ты начинаешь становиться, как все. Приходят проблемы со здоровьем, кто-то там почихал, насморк появился, ты простывать начинаешь, давление начинает скакать, лишний вес набрал и т.д. И вот все эти 9 лет, как компания американская ушла с рынка и создавая источники пассивного дохода, я искал продукт для себя, потому что, знаете, самое большое, наверное, разочарование в жизни у многих людей может быть, когда ты вроде бы вложился, вроде бы чего-то в жизни добился, вроде бы у тебя карьера, есть деньги, есть статус, есть положение, есть, казалось, живи, радуйся, а вот в это время здоровье подводят, и человек либо отправляется в мир иной, когда, казалось бы, жил и наслаждался жизнью, либо становится привязанным к больницам, врачам и так далее, и ему уже не до жизни, не до веселья, ни до развлечений, ни до отдыха и так далее. Таких историй тоже наблюдаются очень много, по статистике более 50% людей не доживает даже до пенсионного возраста. И вот поэтому очень важно заботиться о своем здоровье заранее. Если у тебя здоровье лучше, чем у других, если у тебя энергетика выше, чем у других, если ты выглядишь лучше, чем другие, соответственно, гарантированно ты будешь зарабатывать даже на той же самой сфере, где другие работают, больше, чем они, потому что у тебя для этого есть сила и энергия, и, соответственно, у тебя глаза горят. И вот поэтому очень важно не только думать о заработке, но и думать о том, не похоронишь ли ты свое здоровье в погоне за этим заработком. И вот когда я все эти 9 лет, как я уже сказал, искал продукты, следил за здоровьем, следил за питанием, но вот того, такого волшебного продукта, который бы закрывал эти все вопросы и потребности, не было. И вот в один из прекрасных дней раздается звонок от Натальи Петровой, которая когда-то была в моей команде, мы вместе работали вот с тем волшебным продуктом, и говорит, что есть такой же продукт, как вот тот, которым мы пользовались. Я сейчас умышленно не называю, да, просто чтобы не делать рекламу, тем более его все равно сейчас нету, это уже не важно. И я сразу ей сказал, приноси, попробуем. И она делает очень важную вещь, она не говорит, а ты купи, т.д. Она просто приносит мне коробку этого продукта, дарит, и я его начинаю пить. И вы знаете, здесь, как бывает, любовь с первого взгляда, вот здесь также была любовь с первого глотка. То есть я пробую этот продукт, вот так он выглядит, называется Yon Wave, не знаю, наверное, видно вам, да. Соответственно, любовь с первого глотка, организм сразу вспоминает вот те ощущения и чувства, которые он получал с использованием того волшебного напитка, того волшебного сока, который я пил. И я начинаю кайфовать, но самое главное, начинают дальше происходить какие-то мистические такие вещи. То есть люди приходят ко мне в офис совершенно с другими предложениями, с другими бизнесами и спрашивают Сергей, когда видят этот флакончик, который стоит у меня на столе, что это такое? Я говорю, ну, продукт, который снимает закисление в организме, а можно попробовать, ну, даю, наливают, а где купить? И вот так один, второй, третий, я понимаю, что продукт востребован, они выпивают у меня весь сок, а я не знаю, где купить. Соответственно, звоню Наталье, говорю, Наташ, где продукт можно купить? Он мне понравился. Она говорит, ты знаешь, это сетевая компания. И вот здесь сразу такое срабатывает предпринимательское чувство, тем более мы создаем множественные источники дохода, тем более есть уже потенциальные клиенты, которые спрашивают, где купить. Ну, говорю, хорошо, рассказывай, что за компания, кто президент, кто основатель и так далее, как давно на рынке. Она говорит, ну, ты знаешь, особо там лидеров еще нету. Президент компании Мария Постол. И вообще компания еще даже не запустилась. Еще интереснее. Когда прозвучала фамилия Мария Постол, вы знаете, очень многие бизнесы, вот мы с вами говорили, да, что закрываются в первые 1-3 года. И большинство из них закрывается из-за неопытности руководства, из-за неопытности создателей, из-за неопытности тех людей, которые этот бизнес запускали и развивали. И когда прозвучало имя Мария Постол, для меня это, ну, знаете, еще один такой большой щелчок и знак обратить внимание на эту компанию, потому что Мария именно тот человек, благодаря которому, на примере которого я когда-то ушел из банка. Потому что мне когда-то рассказали историю, что девушка в 17 лет, уйдя с первого курса с факультета журналистики, уже в 19 лет зарабатывал 30 тысяч долларов чек. В те времена на эти деньги можно было купить несколько квартир. И это очень хороший пример, очень хорошие результаты, а это было в то время как раз, когда я искал возможность для себя создания пассивного дохода. Когда я уходил из банка, у меня не было цели зарабатывать миллионы долларов и так далее. У меня была цель за следующие, вот я в банковской сфере отработал 10 лет, за следующие 10 лет точно так же создать себе источник пассивного дохода, который не менее, чем деньги, которые я зарабатывал в банке, чтобы я мог быть свободен. Я думаю, что наверняка очень многие люди мечтали бы о том, чтобы независимо от того, чем они занимаются, деньги поступали, им хватало на жизнь, на путешествия, на какие-то хотелки и так далее. Человек когда счастлив? Когда он занимается любимым делом, и у него нету там потребности в деньгах, во всех остальных вещах. И вот Мария тогда своим примером показала, что есть индустрия, где за короткое время можно выйти на хорошие доходы, и более того, это были пассивные доходы. Это сыграло большую роль, и потом случилась следующая вещь. Через некоторое время я начал работать с Марией вместе. Как это говорится, легенды начинают приходить в твою жизнь. И именно с ней работой я заработал свой первый миллион долларов. Поэтому нас связывали очень теплые давние отношения. И первый вопрос, который я задал Наталье, я говорю, а где офис, и, соответственно, хочу приехать лично, купить продукты и, соответственно, пообщаться с Марией. Когда она назвала адрес, оказалось, что наши офисы буквально в 10 минут друг от друга. Я говорю, все, скажи Марии, что я приезжаю. И когда я приехал и встретился с Марией, первый вопрос, который я ей задал, у меня уже была в голове картинка, что что-то мощное, что-то интересное, что-то позитивное. Есть продукт, который нужен всем, а это значит, что можно построить большой бизнес. Но в тот момент еще у меня такой уверенности, что я буду заниматься этим бизнесом, рассматривать его как бизнес, еще не было. Но вот когда я встретился с Марией, первый вопрос, который я задал ей, что ты хочешь с этой компанией? Во-первых, она рассказала историю. Потому что, помните, приходить в новую компанию, это всегда большой риск. Потому что в первые 1-3 года большинство компаний закрывается. Из-за чего? Я уже говорил, что разные факторы, но в основном это неопытность людей, которые запускали компанию, непритертость и так далее. То есть факторов много может быть. Но когда Мария рассказала историю, что это с одной стороны только все запускается, а с другой стороны, это не новая компания. Это люди, которые уже работали 10 лет с крупным, как и я когда-то, с крупным американским брендом. Мария была генеральным директором этого бренда. Она собрала очень мощную, очень сильную команду, с которой мы сейчас работаем. Это лучшие профессионалы по логистике, по финансам, по юридическим вещам и так далее. И более того, ее партнер, человек, который 20 лет разрабатывал программное обеспечение для сетевых компаний, это тоже у многих компаний такая болевая точка. Выбрать правильный маркетинг-план, создать хороший софт, который работает, не сбоит, ничего не теряется, не исчезает, и т.д. и т.п. И когда она сказала, что эта база очень мощная, и американцы также свалили с рынка, и все это осталось у нее в руках, и на базе этого создалась компания, это был еще один камушек, такой сильный принятие решений, чтобы сказать, ну, ребята, для вас заложили фундамент крупного хорошего бизнеса, просто начиная работать и сворачивая горы. Когда я у нее спросила, Мария, а чего ты хочешь? Она сказала, мы хотим создать новый Amway, русский Amway, да, компанию. И она не безосновательно это сказала, потому что все факторы для этого были. Она рассказала, что продукцию для компании готовит человек, который, ну, родился, по сути дела, в семье, человека, который открыл четвертую форму пищеварения. А у нас есть всего два фактора, да, наш скелет правильный, да, и пищеварение, то, что определяет на 99, наверное, процентов наше здоровье. И этот человек 4 года, с ним я потом лично познакомился, когда оказалось, что это не просто великолепный профессионал, это еще и очень человек с хорошими человеческими качествами. Соответственно, он в свое время был в венчурном фонде, 4 года в нем работал, они скупали все изобретения в области здоровья, здоровоохранения, чтобы они не уходили за рубеж. Потому что очень часто бывает, что наши ученые, они самые светлые головы, из 6 тысяч открытий в мире по статистике, да, 5 тысяч сделано русскими, потому что у нас очень сильная база научная. Но проблема в том, что эти открытия всегда утекают на Запад, там запускаются производства, там эти открытия реализуются в тот или иной продукт, и мы потом это все покупаем из-за рубежа. И вот появилась возможность, когда здесь можно запустить наше производство, здесь можно запустить наши продукты, здесь вложить в то, что не хочет вкладывать традиционное здравоохранение, потому что им нужно лечить, а у нас продукты не для лечения, не для поддержания, для восстановления здоровья. И у любого медика спросить, если он грамотный медик, он вам скажет, что ваше здоровье на 95% зависит от вас, а не от медиков. Медики уже включаются, когда, ну, как говорится, часто поздно пить боржом, и когда почки отпали, да. То есть важна профилактика. И если раньше у нас в советские времена была профилактическая медицина, сейчас ее практически нету. И вот у нас появляются продукты, которые являются питанием, которое одновременно восстанавливает и сохраняет здоровье. Это фантастика, это то, что нужно каждой семье. Потому что сегодня, когда какая-то мамочка приходит в магазин и закупает там тележку продуктов, процентов 80 продуктов на полках не являются едой. Они являются либо шлаком в лучшем случае, либо вообще отравляющими веществами нашего организма. И поэтому заболевания очень сильно молодеют. Сегодня, если раньше там сахарный диабет был болезнью стариков, сегодня у нас уже дети есть, рождаются с сахарным диабетом. Сегодня у нас гипертония рано бывает. Сегодня ожирение рано случается, да. И все, целая куча проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это как букет. И все это вследствие нашего неправильного питания, неправильного образа жизни. И вот представляете, появляются продукции, которые позволяют людям чувствовать себя хорошо, быть здоровыми, иметь крепкое здоровье, восстанавливать свой организм. А это, соответственно, дополнительная энергия. Ты себя чувствуешь хорошо, ты выглядишь хорошо, ты добиваешься лучших успехов в любом деле, каким бы ты ни занимался. И, конечно, этот продукт нужен всем. И когда Мария рассказала о перспективах, что у нас целые планы запуска продукта, на тот момент, когда я познакомился с компанией, был один продукт, Yonway. Только запускался Sognoni. И казалось, он только запускался в производство, но я знаю, что с этим продуктом уже более трех миллиардов долларов сделано оборота в мире. То есть это не что-то там новое придумывают, а продукты лучшие, которые на рынке, с которыми реально можно делать миллиардную компанию. А что такое с нуля сделать миллиардную компанию? Даже если взять наш маркетинг-план, по маркетинг-плану минимум 10% человек получает с товарооборота. Если компания стала миллиардной, ты лично в этой компании заработал 100 миллионов долларов. Ребята, вы поймите, достаточно большинству людей миллиона долларов заработать, и хватит на всю жизнь. Потому что жизнь человека на сегодняшний день примерно 250 тысяч долларов. Человек за всю свою жизнь, с того момента, как устроился на работу и до последнего вздоха, зарабатывает примерно 250 тысяч долларов. То есть миллион – это 4 жизни. И если вы миллион долларов просто разместите, даже на банковский депозит, вы будете по 10 тысяч долларов получать пассивного дохода. 99% людей этого хватит. А здесь, представляете, 100 миллионов долларов можно заработать, просто развиваясь вместе с компанией, пройдя с ней путь до первого миллиарда долларов. И вот сегодня такая исключительная возможность есть. И более того, это компания, которая пришла на чистый рынок, потому что на сегодняшний день Россия, европейские, американские крупнейшие бренды свалили просто, ушли, оставив это поле занимать тому, кто готов взяться за это. Потому что они уже приучили людей к хорошим деньгам, они уже приучили к хорошим продуктам, и после этого исчезли. Рынок чистый. А у нас еще интереснее, потому что у большинства российских компаний следующая проблема, если они раскрутились, выйти на международный рынок сегодня трудно из-за геополитической борьбы. То есть многие рынки для российских компаний закрыты. Но так как у нас один учредитель живет в России, второй живет в Америке, у нас сразу регистрация и в России, и в Америке. И мы уже сегодня, несмотря на то, что компания совсем маленькая, вот как ребенок еще такой, знаете, грудной, обычно такое компании получают через 5-7 лет работы, они начинают экспансию на международный рынок. Но у нас уже сейчас компания может работать и в России официально открытые офисы, и в Казахстане, и в Америке. И с Америки доставка идет на более чем на 30 стран мира. То есть вы прямо сегодня можете зарабатывать по всему миру. И кто-то скажет, да какой мир? Я из своего городка или из своей деревни никогда не выезжал. О чем вы говорите? Но вот здесь важно понять маркетинг-план. Я сегодня не буду рассказывать про маркетинг-план, я сегодня рассказываю общие черты. Потому что если вам понравится презентация, вы вникнете, вы спросите человека, который вас позвал сегодня на презентацию или дал ее посмотреть в записи, он вам даст ссылочку и про продукт, где рассказывается подробно про наш волшебный продукт, который должен быть в каждом доме. Он даст ссылочку и про маркетинг-план, где рассказывается. Но сегодня важно понять главный вопрос, а зачем мне все это? Потому что пока у человека нет ответа на вопрос, а зачем мне все это? Зачем мне слушать про компанию? Зачем мне слушать про продукт? Зачем мне слушать про маркетинг-план? Ему это не интересно. Так вот зачем? Для того, чтобы получить две как минимум вещи. Первое – здоровье. Второе – пассивный доход и неограниченный пассивный доход. И вернусь как раз в что важного здесь в маркетинг-плане. Маркетинг-план построен таким образом, что все люди, которые приходят сегодня в компанию, делятся на две команды у каждого. И может быть вы никогда не поедете в Японию, в Америку, в Европу, еще в какую-то страну. Даже в Казахстан, может быть, никогда в жизни не поедете. Но благодаря тому, что вы сегодня на родней стадии, первый год, второй год в компанию зашли, когда компания активно начинает экспансию на внутренние рынки, люди, которые будут позже вас приходить, они уже будут под вами. И под вами могут появиться другие города, хотя вы там не были. Будут появляться другие страны. И вы с этих товароборотов имеете возможность получать доход. У нас вообще есть программа, и тоже попросите ее у того человека, который вам дал эту презентацию или пригласил на эту презентацию, если вы нас сейчас онлайн смотрите, где расписано, как за полтора года любой человек на лайте, тратя несколько часов в день на этот бизнес, может построить себе доход свыше 10 миллионов рублей. За полтора года вы можете заработать себе на квартиру, на машину, на дачу, на яхту, на то, чтобы несколько раз в год путешествовать. У нас даже компания путешествий внутри есть, когда вы можете за счет компании путешествовать. Сегодня уже можно об этом сказать, потому что первое путешествие такое уже осуществлено. Компания вывезла более 60 человек на шикарный, великолепный тур на Шри-Ланку. И вы знаете, этот тур как индивидуальное путешествие. Оно подобрано под людей, где сразу несколько гостиниц, перемещение по стране, самые интересные точки в стране, самые интересные локации, самые интересные фотографии. Люди получили такой кайф. Обычно такие туры стоят от 10 тысяч долларов на человека. Даже человек, если упорно работает, весь год копит деньги, такие путешествия ему не по карману. А здесь, представляете, вы работаете, деньги, которые вы заработали, остаются у вас в кармане, и вы еще летите в путешествия вместе с компанией. Вам компания дарит ноутбук, телефон, на что тоже люди обычно копят деньги, машину, в конце концов, за то, что вы просто строите свой личный бизнес. Все это есть, ребят. Поэтому, если у вас есть желание, как я уже сказал, быть здоровым и иметь достаточно денег всегда и на все, если вы хотите смело и с уверенностью смотреть в завтрашний день, сегодня самое время заходить в эту компанию, заходить в бизнес, столбить себе место, выбирать лучший вариант входа. Об этом человек, который вас пригласил, тоже вам расскажет и покажет, как это сделать. И самое главное, то есть самый плохой вариант, вот самый плохой, представьте, у вас не получилось строить бизнес. Может такое быть? Может. Но только в одном случае, если вы делать ничего не будете. А так, других вариантов нет. Но даже если вы ничего не делали, вот вам перехотелось потом, желания упали, чем-то другим занялись, бизнес не стали строить. Самый плохой для вас вариант, благодаря продукции вы 20-30 лет дольше проживете. Вот просто задайте себе вопрос, какие деньги вы оцениваете в 10-20 лет вашей жизни, причем полноценной жизни, полной, когда вы силы, энергии. В какие деньги вы оцениваете жизнь там своих родителей, своих детей, их здоровья? Я думаю, никакими деньгами это оценить нельзя. Большинство людей просто никогда об этом не задумывается. Большинство людей за своей машиной ухаживают лучше, чем за собственным организмом. А потом удивляются, что у вас то почки отказали, то сердце шалит, то желудок, то язва, то гипертония, то еще что-то. То суставы начинают болеть. Мы, не ухаживая за своим организмом, заталкивая в него, какую попало еду, которая нас травит, мы потом получаем последствия. Так вот, здесь, благодаря вам, все ваше окружение, друзья, родственники, близкие и даже неблизкие люди, которые вам понравились, благодаря вам могут получить себе также 10-20 лет жизни дополнительной. И самое интересное, кто-то скажет, ну, наверное, у вас там продукты по бешеной цене. У нас система построена таким образом, что любой человек может абсолютно бесплатно продукт любой получать в компании. Ему цена будет ноль. И более того, ему даже будут платить за то, что он использует этот продукт. Каким образом? Обратитесь к человеку, который вас пригласил, он вам даст презентацию, где об этом рассказывается. Моя цель сегодня другая. Моя цель просто сделать так, чтобы вы немножко задумались о своем будущем, о жизни, о возможностях, которые сегодня есть на рынке. Для кого-то сегодня кризис. И, поверьте мне, будет еще хуже. И в нашей стране, и в мире, и так далее. Но у тех, кто работает на зарплату, у тех, кого скоро, в ближайшие годы, заменят роботы или искусственный интеллект на работе. Но у тех, у кого вот такой бизнес, который вечен, а здоровье и питание – это вечная тема, пройдет еще 10 лет, 20 лет, 30 лет, 50 лет. Эта тема будет только актуальней. Потому что экология лучше не становится. Питание лучше не становится. Все больше переходят на какие-то химические субпродукты, которые совершенно не полезны для нашего организма. И те, кто занимается именно здоровым питанием, те, кто занимается профилактикой молодости, красоты и здоровья, всегда будут в тренде, всегда будут востребованы. И вот представьте, у вас такой бизнес. И он международный. И он, вы точно знаете, что он будет в ближайшие годы только расти, набирать обороты и захватывать рынки. И от вашего решения будет зависеть ваше будущее, ваше здоровье, ваше финансовое здоровье. И, соответственно, может быть, с вас начнется благополучие вашей семьи, вашего рода. И ваши дети или внуки потом будут рассказывать, что когда-то мой дедушка или бабушка приняли правильное решение, услышали информацию и ей воспользовались. Поэтому, если вам информация откликается, если у вас есть желание построить пассивный доход, быть красивым, здоровым, молодым, подольше, обратитесь к человеку, который дал вам информацию, который пригласил сегодня на презентацию или дал ее в записи. И поблагодарите его, потому что он вспомнил про вас. И именно про вас он мог позвонить кому-то другому, мог дать эту информацию кому-то другому. Потому что ему нужно всего 2-3 человека для этого бизнеса, с которыми он вместе заработает не 1 миллион сначала рублей, а потом долларов. Поэтому от всего сердца желаю вам счастья, здоровья. Как минимум используйте продукцию компании «Новая волна». И если вам все понравилось и откликнулось, уверен, мы с вами в ближайшее время увидимся. Потому что на старый Новый год в Сочи компания собирает всех людей, которые хотят вместе с ней двигаться, развиваться. Это будет волшебная такая вечеринка, подведение первого полгода работы на рынке. И там вы познакомитесь и с президентом, легендарным человеком, и со всеми ключевыми людьми в компании, и с лидерами. И даже получите первое обучение, которое позволит вам уже в начале года, за первые полгода, выйти на доходы, которые вы никогда, может быть, не видели в своей жизни. Вот этого я вам от всего сердца желаю. С вами был Савич Сергей. Ну и до встречи на следующих вебинарах и живых встречах. Всем пока-пока.